Семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект сегодня одобрили члены правительства республики. Инициаторами документа выступили депутаты фракции «Единая Россия». В Министерстве финансов Чувашии уже составили перечень льготников. Подробности у Дмитрия Ковалева. В семей, воспитывающих особенных детей, в республике порядка пяти тысяч. И по подсчетам регионального Минфина, у каждой второй есть свой автомобиль. А транспортного налога освободят одного из родителей или же опекуна. Соответственно, предоставляется на одно транспортное средство, которое мощность двигателя не более 150 лошадильных сил. Достаточно серьезных рисков невидим для бюджета. Не то, что невидим, их не будет. Более 9 миллионов рублей, то есть 9,6 выводят точно. Республика стала четвертым субъектом округа, где предусмотрели подобную льготу. Проект закона в ближайшее время должны утвердить в Госсовете. В этом году парламентариями региона были поддержаны и другие социальные выплаты. В текущем году такие социальные выплаты, вообще поддержки социальным категориям граждан, то есть это все, это 7,6 миллиардов рублей. Что больше прошлого года на 12 процентов, в целом мы на социальную политику в текущем году предусмотрели 13,5 миллиарда рублей. Тоже имеет положительную динамику к факту прошлого года. Члены правительства сегодня одобрили и другие льготы. Так, со следующего года будет снижено на 50 процентов ставка транспортного налога для владельцев машин, работающих на метане. Развитие рынка газомоторного топлива среди приоритетов, обозначенных главой региона. Эту тему обсуждали в сентябре в Нижегородской области. Газ считается самым безопасным продуктом для использования на разных модификациях автомобилей. В республике мы кое-что сделали. Если взять автобусы, то автобусы у нас практически используют газомоторное топливо от общего количества примерно 10 процентов. Если брать грузовые автомобили, больше грузовые автомашины, то они используют где-то на уровне 13 процентов. В правительстве региона продолжат субсидировать и пригородные железнодорожные перевозки. На эти цели в бюджете республики заложили порядка 80 миллионов. Стремительного роста тарифов не предвидится. Предлагается установить на 2020 год тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования пригородным сообщением, осуществляемое акционерным общим сотрудничеством на территории Чувашской республики в размере 3 рубля 20 копеек за 1 километр. То есть с ростом на 3,2 процента. На экономически обоснованную сотрудничество предлагало 8 рублей 18 копеек. Они больше предлагали. В основном это 5 маршрутов. Канаж-Казань, Чебоксары-Канаж, Канаж-АллатР, АЛЛАТР, Красный Узел, Шумикли-Канаж. Но объем железнодорожных перевозок в республике продолжает уменьшаться. Из-за низкого пассажиропотока один из маршрутов могут отменить, предложив людям взамен автобусные рейсы. Председатель кабинета министров Иван Моторин поручил вынести этот вопрос на обсуждение до конца года. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков, Республика.